Минёр Я хочу тебя убить и пишу в чат, что я еб твою мать. Надо снова пойти мне за руной, ведь стало пусто в моём бутыле. Бегу и думаю, ну пожалуйста, нет, снова взрываюсь прямо на ней. А он взрывает, взрывает, взрывает пуканы. Нервы береги, не сломай клавиатуру. А он взрывает, взрывает, взрывает пуканы. Нервы береги, не сломай клавиатуру. Всем привет, с вами Квест, и это гайд на Т-часа, или как его еще называют, Минер. Итак, первая белка это мины. Мины наносят от 225 до 450 урона в зависимости от левела. Мины наносят физический урон и могут пробивать БКБ и наносить демидж Тавру, но броня блокирует урон. Вторая способность это что-то типа ловушки, когда противник наступает на радиус ловушки, она через 3 секунды взрывается и станет, не нанося урон. Третья способность это суицид, так как шахита бешеной взрывчаткой несешься в толпу, чтобы всех взорвать. Урон от суициза на первом левеле составляет 600 единиц, у некоторых героев на первом левеле хп составляет меньше 600 единиц. Тип урона физический, он также пробивает БКБ, но имейте ввиду, что урон зависит от радиуса взрыва. Чем ближе к врагу, тем выше урон, а на четвертом левеле прокачки суицид наносит аж 1000 единиц урон. И при суициде вы не отдаете ни опыта, ни денег. Четвертая ультимативная способность это бочки. Бочки наносят от 350 единиц урона на первом левеле и 600 единиц на третьем левеле прокачки. Урон магический, поэтому он блокируется БКБ любыми предметами, дающими сопротивление к магии. Имеется аганим, он увеличивает урон до 750 дэмэджа, так что хватит 5 бочек, чтобы убить как минимум одного противника. Итак, что же покупать? На первом левеле покупаем Трикларити, Собимаск и Танго. Итак, и как же играть за Течиса? Первым делом идем на руну, но не спешим прокачивать скиллы, ждем руну. Если руна хоста или инвист, прокачиваем суицид и идем делать ФБ на мид. Только предупредите союзника о ганге, ведь урона может не хватить. Лучше пусть союзник сделает ФБ, чем отдадите его вы. Если вам удалось сделать ФБ, кулдаун суицида большой, вы можете идти на лайн и поднимать смело третий левел и идти ставить мины, давая экспу своим тиммейтам. Если руна другая, то вы можете оставить ее тиммейту и прокачать мины, но не спешите ставить ее на руны, чтобы быстрее получили экспу и больше денег, ставим 4 мины на хг около вышки в миде. Так вы поможете мидеру взять полезную руну, не отдав ее противнику. И возможно сделать и ферстблат, и на этом месте вероятность того, что вражеские саппорты не обезвредят мины с помощью сентрея на руне, мины можно ставить не только там. Смотрите на миникарту и запоминайте перемещение ваших врагов, так вы сможете узнать, куда эффективнее будет ставить мины, что позволит вашей команде получить небольшое преимущество. Можно заминировать вражеский секрет шок. Когда противник пойдет по тайную лавку покупать какой-либо предмет, он умрет и потеряет много золота и времени, что позволит вашей команде получить небольшое преимущество. Ай, да ладно, что я несу, просто покопаем соло ринг, арканы, огонь и минируем коге, кидаем бочки на тавер, что сложного тут, просто устраиваем я тебя. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум. А вообще тачец бесполезных героев в плане команды. Он одиночка, но есть и хорошие стороны. Если в вашей команде есть сильный лейтовый керри, то вы сможете выиграть для него как минимум 40 минут дефа, даже Т1 таверов, и в конце ваш керри может затащить игру. Всем пока, взрывайте пуканы и не горите сами. Удачна хламкатък. Удачна хламкатък.